Трансплантация стволовых клеток. Выдающиеся труды в области психологии. Израиль и Палестина. Новый конфликт. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Валерия Карташова. Казанский федеральный университет стал участником выставки «Сны с другого берега», посвященной феномену сна в искусстве, которая открылась в Музее истории Свияжска. Выставка представит многогранность феномена сна в культуре народов Среднего Поволжья и его интерпретацию в изобразительном искусстве. Совместив материальное и нематериальное наследие, предметы традиционного быта, которые использовались в процессе сна и связанные с ними обычаи. Зрители увидят экспонаты из этнографического музея Казанского федерального университета. Русские чувашки и детские куклы, издавна оберегающие сон маленьких детей. А также предметы из собрания научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета. В Республике Татарстан впервые провели трансплантацию стволовых клеток. На сегодняшний день существует множество болезней, которые можно вылечить таким методом. Как Казанский федеральный университет помог осуществить операцию, расскажет Николай Суховский. В Казани в детской республиканской клинической больнице провели трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток ребенку. Такую сложную операцию провели в Республике Татарстан впервые. Была организована совместная работа Биобанка Казанского федерального университета и ДРКБ, а также Центра Рогачева. Клетки, предназначенные для трансплантации, хранились на протяжении трех месяцев при температуре в 196 градусов Цельсия. Также в хранилищах Биобанка хранятся в качестве биологической страховки стволовые клетки пуповины крови. Помимо этого существует отдельное хранилище с биологическими образцами для фундаментальных исследований. Руководитель Биобанка Казанского федерального университета Эльмира Елагина подробно рассказала, как проходила подготовка к операции. Мы начали свою работу еще в 2005 году, это в рамках медицинского университета, под руководством Андрея Павловича Киясова. Свою работу мы выполняли в рамках сохранения стволовых клеток пуповинной крови. И в 2015 году Андрей Павлович приглашает на свою команду, но уже в рамках Казанского федерального университета. Было закуплено современное оборудование, как вы можете видеть, несколько различных криохранилищ, которые уже позволяют решать разные задачи. Не только сохранение гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови, но и других биологических объектов. С 2005 года мы успешно сохраняем гемопоэтические стволовые клетки, взятые в момент рождения у ребенка, как биологическую страховку. Дай бог, чтобы детки росли здоровыми, счастливыми, чтобы эти клетки никогда не пригодились. Но, тем не менее, с 2005 года работа продолжается. С 2022 года, то есть с прошлого года, мы начали сотрудничество после определенных переговоров, сотрудничество с ДРКБ. Первое сохранение клеток, к сожалению, уже нездорового ребенка было в ноябре 2022 года. После этого мы уже сохранили несколько десятков образцов. И первая трансплантация была уже в 2023 году. Трансплантация прошла хорошо. Клеточки были переведены в ДРКБ, разморожены, отмыты и введены ребенку. Стволовые клетки – одни из интереснейших объектов для изучения в нашем организме. У них есть уникальная способность становиться любой клеткой в теле человека. Они могут превращаться в сердечную или кожную ткани, в мышцы и сухожилия. Это уникальное свойство давно используется врачами для лечения заболеваний, таких как онкологические и неонкологические заболевания крови, иммунные системы, и когда требуется восстановление кроветворения после химиотерапии. Основными источниками стволовых клеток являются пуповинная кровь, костный мозг и периферическая кровь после предварительной стимуляции фактором роста. Именно из этих частей часто берут клетки для трансплантации. Такие операции открывают множество возможностей для ученых и врачей. В крови есть клетки или форменные элементы. Самое большое количество их это эритроциты. Они переносят кислород. Вот они живут всего 3 месяца. А белые клетки живут еще короче. И вот самое удивительное, что всевозможные заболевания крови, то есть всякие лейкозы, лимфомы, еще что-то, они связаны с тем, что не хватает каких-то конкретных клеток. То есть их соотношение эритроцитов, эритроцитов, оно должно быть четко выверенное, причем среди эритроцитов разных форм. И вот если кого-то больше, а кого-то меньше, то тогда возникает сбивка уже и начинается заболевание. И, соответственно, если посадить вместо больной стволовой кроветворной клетки здоровую стволовую кроветворную клетку, то все становится в норме. Все прекрасно, но есть определенный промежуток времени, когда надо сначала подавить патологический росток. Но самое важное, что технология сохранения этих клеток, она есть только в Казанском федеральном университете. Такая трансплантация очень сложная и требует тщательной организации. Задача таких операций – восстановление костно-мозгового кроветворения и поврежденных тканей клеток организма. Успешность проведенной операции зависит от многих факторов на всех этапах работы. Биобанк КФУ предоставляет возможность креоконсервации, хранения и транспортировки замороженных образцов стволовых клеток. Для пациентов ДРКБ выделено отдельное хранилище вместимостью в 240 образцов. Руслан Батулин – доцент кафедры общей физики. Института физики является руководителем научно-исследовательской лаборатории «Квантовые симуляторы», которые и обеспечивают работоспособность биобанка Казанского федерального университета. В биобанке КФУ находятся современные креохранилища. Конструктивно они представляют собой сосуды Дюара, которые заполнены или могут заполнены жидким азотом. В них находятся емкости, куда помещается предварительно правильно замороженный концентрат, назовем его, стволовых клеток. И что происходит далее? Необходимо поддерживать температурный режим. Для этого инженер предпринимает значительные усилия. Он следит за уровнем жидкого азота. Несмотря на то, что процедура автоматизирована, есть специальный контроллер, который управляет клапаном напуска жидкости из внешнего резервуара. Тем не менее, даже внешние подпитывающие Дюары необходимо пополнять. И эта процедура ответственная, потому что необходимо температурный режим соблюдать. И если что-то пойдет не так, условия хранения нарушатся, мы потеряем клетки. Трансплантация стволовых клеток позволяет на сегодняшний день вылечить достаточно большой перечень заболеваний. По словам Эльмира Елагиной, планируется и дальше развивать сотрудничество с Республиканской детской клинической больницей для проведения новых трансплантаций стволовых клеток. На этот случай в КФУ уже готовы для использования еще несколько криохранилищ. Это позволит увеличить количество производимых операций. Благодаря качественно проделанной работе, ребенку, которому провели операцию, стало намного лучше. По словам врачей, она уже выписана из больницы. Карина Саяхова, Николай Асуховский, Фарид Захитуглы, Универньюс. Конфликт между Израилем и Палестиной – одно из самых нерешенных и длительных противостояний в мире, которое тянется уже на протяжении 75 лет. О том, как зарождалось столкновение двух стран и почему по сей день они не пришли к разрешению спора, узнаете в следующем сюжете. На протяжении нескольких дней новостная лента переполнена сообщениями о конфликте между Израилем и Палестиной. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Обеими сторонами были проведены воздушные и ракетные атаки, обрушившиеся на населенные пункты и причинившие гибель и ранение гражданских лиц. Конфликт между Израилем и Палестиной, имеющий культурные, религиозные, территориальные и геополитические корни, продолжается уже десятилетиями. Его разрешение остается одной из самых противоречивых проблем в мировой политике. Сегодняшний конфликт – это результат той сделки, которая была достигнута в 1995 году. По результатам этой сделки возникла национальная палестинская автономия. Тут нужно отметить, что часть арабского населения, она в принципе довольна наличием вот этой автономии и готова каким-то образом договариваться с Израилем, с еврейскими, так сказать, гражданами. Но есть группировка Хамас, которая категорически не хочет ни о чем договариваться. Она занимает радикальную позицию о том, что Палестина – это исключительно арабская территория. Возникновение современного конфликта в этом регионе связано с оригинальным решением международного сообщества после Первой мировой войны. В 1917 году Британия издала Белую книгу, в которой обещала помочь в создании еврейского национального дома в Палестине. Однако эта идея не была одобрена всеми, и население региона, включая арабов, не согласилось с этим решением. В то же время еврейские сианистические движения стали активно добиваться реализации своей мечты о создании еврейского государства в исторической земле Израиль. Ситуация осложнилась еще больше после Первой мировой войны и распада Османской империи. В 1947 году Организация Объединенных Наций предложила разделить Палестину на еврейское и арабское государства. Но отказ Палестинского арабского комитета и нарастающее насилие, в том числе война между еврейскими и арабскими силами, привели к тому, что Израиль объявил о своей независимости в 1948 году. С тех пор регион пережил множество войн и затяжных конфликтов, каждая из которых усилили напряженность и глубину разногласий. История конфликта уходит своими корнями еще в послевоенные события, когда образовывалось государство Израиль и когда решался вопрос о том, как должна быть размежевана территория Палестины между евреями и арабами. И в тот период времени вот это размежевание, оно проходило достаточно сложно. Дело в том, что Палестина выступала как подмандатная территория Великобритании. И Великобритания, она вела достаточно такую хитрую гибкую политику, которая позволяла и арабам рассматривать Британию как союзников, и еврейским переселенцам рассматривать Британию как союзников. Несмотря на то, что множество международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, принимали попытки посредничества и урегулирования конфликта, такие условия до сих пор не привели к полному и долгосрочному решению. Израиль продолжает строить поселения на территории, которая населяется палестинскими арабами, а палестинцы, в свою очередь, продолжают сопротивляться оккупации и нарушению своих прав. Кристина Отекина, Фариза Хидаглы, Универньюз. Вот уже неделю длится молодежный фестиваль «День первокурсника Казанского университета». О том, какие программы представили Институт геологии и нефтегазовых технологий и Институт информационных технологий и интеллектуальных систем, далее в сюжете. Завершилась первая неделя молодежного фестиваля Казанского федерального университета, «День первокурсника». На пятый день со своими концертными программами выступили Институт геологии и нефтегазовых технологий, а также Институт информационных технологий и интеллектуальных систем. В этот день новоприбывшие студенты окончательно погрузились в студенческую жизнь, ведь весь месяц они упорно репетировали и оттачивали свои номера. Открыли концертный вечер ребята из Института геологии и нефтегазовых технологий. В основу сюжета геологов легла история о капитане корабля и его влюбленности в Нону, юную девушку, которая занимается организацией ежегодного праздника на острове. Команда моряков на протяжении всего пути сталкивалась с приключениями, но справились даже с главным злодеем истории, который когда-то был главой острова, а затем стал пакостить со своей стаей пауков. Танцевальный коллектив «Энтузи» выступил в амплуа паучьей стаи и исполнил номер, состоящий из разных направлений в танцах. А вокальный ансамбль «Киру» выступил с перепевкой песни Тоси Чайкиной еще. Нужно было, как все, в пустыню на джипах или на бурж-халиф подняться. Добро пожаловать! Или, как у нас говорят, рахимитегаз. Какими судьбами? Да у меня там это. А вы что, аборигены? Я невкусный! Помогите! Институт информационных технологий и интеллектуальных систем представил свою концертную программу с концептом пересмотра старых сказок на новый лад. Например, творческий коллектив «Атут Прикс» устроил настоящий модный показ с дизайнерскими нарядами. Основой которых стали элементы русских народных костюмов. А вокальный ансамбль «Этис Мьюзик» исполнил несколько композиций со своими инструментами. Так что весь концерт проходил под живую музыку. Все это дало новую жизнь русскому народному фольклору. Напомним, что фестиваль длится до 13 октября. Каждый день в Большом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс». А для тех, кто не смог посетить концертные программы вживую, специально ведется трансляция в нашей группе ВКонтакте – «Универ ТВ». 9 октября в понедельник свои номера представят Институт экологии и природопользования, а также Институт международных отношений. Валерия Карташова, «Универ Ньюз». На базе Института вычислительной математики и информационных технологий состоялся квалификационный этап студенческого чемпионата мира по программированию. Соревнование проводилось одновременно на 20 площадках в 19 регионах страны. Площадка Казанского федерального университета стала самой большой. Число команд в Казани в этом году увеличилось в полтора раза. Всего площадка приняла 82 команды, из которых 6 выступили вне конкурса. Также на квалификациях появилась и команда ветеранов, которая участвовала в финале чемпионата в прошлом году. На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!